здравствуйте мои дорогие друзья и гости моего канала сегодня я хочу вам показать как я буду делать вернее как я делаю все время холодец холодец я делаю с идеально чистым бульоном вот и хочу поделиться с вами как я все это делаю вот у меня большая кастрюля это литров 9 кастрюлька я покупаю где-то вот такие вот видите какие такие розовые 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 ножки ножки розовые вот но ножки розовые вот таких ножичек я покупаю два килограмма ножек таких вот четыре ножки идеальных идеальных розовых поросячьих ножек вот значит 4 ножки и холодец я обычно делаю на паве в том смысле и пава это по-испански а так это индюшка и индюшку беру ручки индюшки не ножки вот у индюшки ручки как куриные ножки вот такие вот здоровые вот и мне нравится белое мяско а не темное на ногах будет темное мяско а я люблю белое мяско я поэтому беру у индюшки ручки вот где бицепсы бицепс нигде кисточки где бицепсы а вот так что вот значит два килограмма у меня ножек но ножки свины поросячьи такие ну вот я говорю просто розовые розовые просто необыкновенно красоты вообще розовые ножки я все время на них смотрю и думаю боже мой ведь надо же какие розовые поросяты красивые вот и значит индюшка индюшки где-то килограмма три так что я вот это вот все складываю кастрюльку кастрюльку и ставлю ее на огонь нам нужно будет к нашему холодцу кроме вот этой демпс все мои все мои прокладки которые это досочки у меня на которых режу значит все вот это ставлю я на огонь и начинаю варить значит нам еще пригодится лавровый лист лавровый лист видно его да лавровый лист перец черный в горошки чеснок чеснок пригодится только когда я уже буду разбирать и заливать я так не кладу варить чеснок сюда вот сюда в этот бульон я буду складывать вот только вот эти вот две луковички и три морковки но самого начала самого начала я этот бульон этот бульон который я вот сейчас подготовила я туда ничего не буду складывать я доведу его до кипения но в том смысле поварю его чтобы он дал эти пенки вот эти все и потом мы эти пенки мы промоем все все вот эти вот выльем этот бульон промоем все опять эти мяски все эти индюшки и ножки и потом в чистую воду снова значит заливаем и складываем это все и уже варим где-то 4 часа и к этому всему уже добавляем и лук и морковку вот и лавровый лист потому что если вы будете не снимая как обычно варите бульон снимаете пенку который образуется от мяска и он все равно бульон не такой чистый идеально а когда вы ну полно людей уже давно делает что первый бульон сливают сливают и делают все на втором бульоне потому что там первый там что-то что-то вредно что-то чего-то ну в общем у всех разные заморочки но я это делаю потому что чтобы был идеально чистый бульон а не потому что это очень полезно вот так что вот будем делать так дальше посмотрим значит сейчас ставим на плиту вот это и начинаем это варить и все не солю пока ничего не делаю то есть пока что вот положила это мяско вот сейчас вот мы поварим посмотрим пенка уйдет промоем и потом будем делать дальше показываю как это все делается вот так вот так что продолжение следует продолжение следует ну вот у нас закипела все это я слила промыла все эти кусочки залила опять холодной водой включила плиту и теперь уже будем испекать варить добавив туда и луковички ну луковички как обычно отсекаешь и складываешь конечно кастрюлька маловато или ножки большеваты или кастрюлька маловато вот значит добавляем туда морковку морковку свободные какие места где там есть возможность морковку утопить значит мы делаем так все все и эти луковички кладу чтобы бульон был еще чище чем и и потом потом сейчас закипит это все закипит когда это все на 5 на девятке вообще стоит конечно большое ведро вот выложу туда это выложу туда вот эту лаврушку 3-4 этих вот этих перчиков много много перчиков шумит все и и посолю посолю я 2 столовых ложки 2 столовых ложки соли и сейчас потом уже могу подсолить ну там уже когда все это сварится часа четыре будет так что 2 столовых ложечки я сейчас соли кладу все и вот надо это забыть на на 4 часа забыть ну и бульон конечно будет идеальный ну по крайней мере по крайней мере сейчас вот так сейчас вот так будет она варится ой вся это вся это пава индюшка и ножки так что дальше дальше уже будем смотреть дальше уже будем смотреть сколько сколько часов понадобится для варки ну продолжение будем так говорить следует вы же не будете смотреть видео что 4 часа на это на эту кастрюлю поэтому значит встречаемся через четыре часа вот ну вот ну вот мы все сделали у нас есть теперь наш бульон так теперь нам нужно переложить это мяско вот видите сколько уварилось теперь это мяско можно будет выложить на мисочку все это сюда и все это так и разобрать и потом залить и потом залить ну естественно бульон процедить это понятно всем что нужно делать он такой видите наваристый ответить все эти уже ножки 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 косточки от этих ножек все уже ушло куда их бросить не вижу ну вот думаю что все понятно тяжело 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 никак не выходит еще немножко горячее немножко горячее и не как-то не хочет выходить так что косточки уже все отходят просто как тушенку уже по моему получилось он варила пять часов по моему пять часов варилась и сварилась то есть вот было пять килограмм этих местных продуктов я не знаю видно вам да там все все видно все привидно ой одни 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 косточки одни косточки прям сплошные косточки вон они сплошные косточки тут сейчас нужно разбирать я не знаю даже сколько часов чтобы это все на мяско на мяско разобрать отделись от этих всех косточек распределить делаем конечно чушь тут такой хороший любимый любимое такое блюдо ну и в общем то полезные блюда тут будем все это делать ну и все наверно дальше уже будет продолжение когда я все это разберу тогда можно будет продолжить смотреть видео а иначе тут вы же понимаете пока несколько часов я буду разбирать это будет вам очень все сложно так что продолжение следует ну вот я все сделала 1 подготовила все это мяско вот так сделала положил туда чесночку немножко разложила их вот в пять получилось таких формочек одинаковых вот этот бульона я процедила процедила и вот теперь значит буду его разливать на вот эти вот лоточки вот так что теперь у меня все вот тут получится такой правда не очень такая вот у меня будет чеснок даже немножко всплыл чеснок что вот такие вот получилось у меня пять таких лоточков и таких и таких лоточков но его теперь накрою крышечкой потом поставлю в холодильник ну и будем готов буду кушать все эти все эти холодцы так что если понравилось видео смотрите рассказывайте пользуйтесь моим рецептом я его запишу конечно видео внизу в описании так что пока пока сейчас это